Здравствуйте, меня зовут Симков Дмитрий. Тема моей работы «Особенности словообразования и семантики лексики, появившиеся в современном английском и русском языках во время пандемии». Актуальность данной работы обусловлена обогащением лексики современного английского и русского языков во время пандемии. Целью работы является исследование способов словообразования и изучение новой лексики в английском и русском языках, появившейся в предпандемии. В настоящей работе используются следующие методы исследования. Классификационный, метод непосредственно составляющих, метод компонентного анализа, метод непосредственного наблюдения и описания, метод ассоциативного эксперимента. На первом этапе был произведен подробный анализ новых слов по способу их словообразования и вычисленное их пациентное соотношение. Мы выяснили самый продуктивный способ – это телескопия и словосложение. Менее продуктивными являются усечение, усечение и аффиксация телескопии и словосложения. Далее такой анализ был выполнен с новыми словами русского языка – лексика, классифицированного по способу словообразования. Самым распространенным способом словообразования является сложение, сконтаминация, менее продуктивность, универбаты и аббревиация. Следующим этапом работы стал анализ семантических неологизмов, представленных группой слов значения, которые во время пандемии изменилось или расширилось. Для выявления семантических связей между исходными словами и ассоциативными выявления различных компонентов значения был принят метод ассоциативного эксперимента. Анализ результатов ассоциативного эксперимента показал, что многие слова сохраняют свое значение и подвергаются сужению. В то же время некоторые слова расширили свое значение, привыкляя новое несвойственное ранее. Далее был выполнен запланированный анализ лексического значения исследуемых слов. На следующем этапе работы новые слова классифицированы по тематическим группам. Сопоставив их, мы выяснили, что в обоих сыграх есть общие тематические группы. В ходе работы мы выявили самые часто используемые способы и самые менее продуктивные. Также новые слова разделены по компонентативному значению слов. В ходе анализа обнаружилось, что новообразовавшаяся лексика чаще имеет негативный оттенок. Их процентное соотношение в английском языке составляет 51% от общего числа, а в русском – 53%, в время как положительных только 15 и 11%. После классификации и компонентативного значения мы разделили новые слова русского и английского языков над лексическо-тематической группой. Сопоставив их, мы выявили, что в обоих языках есть общие тематические группы – люди во время пандемии, название коронавируса и время припроводения. Кроме того, в английском языке лексика оказалась более разнообразной по тематике. В русском языке тематические группы меньше, но они достаточно обширны, и их можно разбить на подгруппы. Языковая ситуация, в которой пандемия специфична и уникальна, кроме того, процессы аналогизации в английском и русском языке оказались синхронными и пересекаются во многом, дополняя друг друга. Этому способствовало, в первую очередь, что впервые в истории эпидемии подобного масштаба возникло поскольку интернета и цифровых технологий.